Кто-то украл редкий бриллиант из дома господина Лапина. Полиция подозревает известного вора Жоржа. Следователь тут же отправляется к нему домой. Узнав, что у полиции нет ордера на обыск, Жорж не пускает ее в дом. Через час полицейские возвращаются с ордером. Обыскав дом вдоль и поперек, они ничего не находят. Когда офицеры уже готовы уйти, один из них говорит, что знает, где бриллиант. А вам удалось понять, где он? Когда полиция прибыла в первый раз, волосы Жоржа были намного короче. Видимо, он просто надел парик и спрятал туда бриллиант. Во вторник вечером в полицейский участок пришел мужчина, заявивший о краже авто. Следователь Борисов попросил его показать место происшествия. Они отправились в кинотеатр. По словам мужчины, днем ранее они с женой приехали посмотреть фильм и оставили автомобиль на парковке. Но когда фильм закончился, они обнаружили, что машина пропала. Спустя несколько минут осмотра местности следователь вычислил преступника. А вы? Кражи не было. Мужчина врет, чтобы получить выплату страховки. Взгляните, в понедельник сеансов нет. Богатая предпринимательница Мария Власова собирает древние предметы искусства. Однажды ей удается приобрести бесценную китайскую фигурку. Она запирает ее в офисном сейфе и отправляется домой. Но на следующее утро статуэтка исчезает. У полиции трое подозреваемых и все подчиненные Марии. Следователь спросил у каждого, не он ли взял фигурку из сейфа. Богдана сказала, что не была в офисе с понедельника. Роман сказал, я не умею открывать сейф и не интересуюсь китайским искусством. Валерий сказал, что заходил в офис Марии после ее ухода, но взял только нужные документы. Кто же вор? Это Роман, иначе откуда он узнал, что статуэтка китайская? Мужчина в шляпе, бандане на все лицо и темных очках ограбил банк. У полиции было трое подозреваемых. Посмотрите на них и попробуйте выяснить, кто здесь преступник. Обычно люди завязывают банданы под ушами, но в этом случае бандана закрывает уши, скорее всего скрывая какую-то отличительную черту. Должно быть, преступление совершил мужчина с крупной серьгой. Дмитрий Хавин работал пилотом. Однажды во время его полета произошла экстренная ситуация. Ему пришлось посадить самолет посреди трассы. К счастью, он оказался опытным профессионалом и никто не пострадал. Однако сам Дмитрий ударился головой и потерял память. Когда он выбрался из самолета, к нему подбежали две женщины, каждая утверждала, что она его жена. Можете определить, кто говорит правду? Женщина слева — робот. Взгляните, у нее на шее USB-порт. Мария была преподавательницей в колледже. В начале школьного года в ее класс пришли трое новеньких. Взглянув на них, Мария сразу поняла, что с одним из учеников что-то не так. С кем? С парнем посередине. У него нет тени. Леонид работал охранником на небольшом круизном судне. Однажды во время сильного шторма он обнаружил на палубе господина Левина. Придя в себя, он сказал, что кто-то ударил его по голове и украл кошелек. У Леонида было трое подозреваемых, и он навестил их в каютах. Лариса сказала, что ее тошнило из-за морской болезни. Она не могла даже встать с кровати. Дарья сказала, что смотрела фильм на смартфоне. А Федор ответил, что писал письмо жене. Леонид моментально понял, кто ударил господина Левина. А вы? Это был Федор. Взгляните на его письмо. Безукоризненный почерк. Невозможно писать так аккуратно во время шторма. Кристина отправилась в деловую поездку. У нее не было времени рассказать о своих планах парню, поэтому она оставила ему записку с подсказками. В ней она написала. Я в городе, который на три пятых сурок, на одну вторую гусь и на одну третью кот. Уехала на неделю, приезжай в гости. А вы знаете, куда ее парень должен поехать? Сургут? Да. Внимательно посмотрите на этих ребят. Можете определить, кто из них нарисовал граффити. Парень слева. У него на толстовке пятна от краски. Проезжая по проселочной дороге, Андрей заметил, что кто-то на машине врезался в дерево. Секунду спустя он увидел бегущего к нему человека. Помогите, пожалуйста. Я ехал довольно медленно, но меня неожиданно подрезал грузовик. Я потерял управление и врезался в дерево. Андрей подвез мужчину в полицейский участок ближайшего города. Они нашли водителя грузовика, на удивление, быстро. Прямо у двери участка. Но мужчина говорил, что не подрезал авто. Он утверждал, что приехал в полицию, чтобы сообщить об аварии. Неожиданно Андрей понял, кто из участников ДТП лжет. А вы? Посмотрите на следы шины. Очевидно, что следы от грузовика наслаиваются на следы авто. А значит, грузовик не мог подрезать авто. И его водитель соврал. Нескольких полицейских вызвали в отель. Одного из работников нашли на полу без сознания. Полиция проверила камеры, чтобы узнать, что произошло. Они не видели преступника, но теперь у них было трое подозреваемых среди постояльцев отеля. Саша сказала, что услышала шум, но испугалась и не вышла из номера. Дима сообщил, что находился на улице и пытался поймать такси, чтобы посмотреть достопримечательности. А Адамир сказал, что спал во время происшествия дома. Кто врет? Да, Адамир, если он постоялец отеля, как он мог спать дома? Борис, владелец крупного магазина, торгующего дорогими дизайнерскими вещами. Недавно там произошло несколько краж. Мужчина попросил своего друга Гену проверить, что происходит. Гена провел в магазине два часа. Выйдя оттуда, он уже знал, кто вор и кто виноват в преступлениях. Вором был сам полицейский. Он с легкостью украл дорогие очки, чтобы доказать, что безопасность магазина оставляет желать лучшего. Вот откуда столько краж. У одной из этих девушек есть собака. Угадайте, у кого? У девушки слева. Собака порвала ей кроссовки. Придя в офис, Анна заметила, что Эмма очень расстроена. Рабочий день только начался, а кто-то уже украл ее кошелек. В офис могли попасть только сотрудники компании. Анна начала собственное расследование. Жанна, айти-специалист, ответила, что чинила чей-то компьютер. Евгения, секретарша, сказала, что общалась с клиентами по телефону. Дмитрий, менеджер по продажам, сказал, что был на трехчасовом совещании и ужасно устал. А она сразу поняла, кто украл кошелек. А вы? Дмитрий, рабочий день только начался. Как он мог сидеть на трехчасовом совещании? Рядом друг с другом расположены два города. В одном из них живут люди, которые всегда говорят правду. Во втором живут лжицы. Жители города часто приходят друг другу в гости. Какой вопрос нужно задать прохожему, чтобы узнать, в каком городе вы находитесь? Спросите, вы в этом городе гость? Если человек ответит «да», вы в городе лжецов. Если вам скажут «нет», вы в городе честных людей. Когда идет дождь, кот отправляется в комнату или подвал. Если кот в комнате, мышь в норке, а сыр в холодильнике. Если сыр на столе, а кот в подвале, мышь в комнате. Сейчас идет дождь, а сыр на столе. Где находятся кот и мышь? Кот может быть в двух местах – в комнате или подвале. Но сейчас кот не может быть в комнате, поскольку сыр не в холодильнике, а на столе. Значит, кот в подвале. А поскольку сыр на столе, а кот в подвале, мышь находится в комнате. Дарья шла на работу. Проходя через темную аллею, она услышала громкий крик. Женщина подошла посмотреть, что происходит. Кто-то кричал. Помогите, спасите! Однако, взглянув на аллею, Дарья позвонила в полицию и сбежала. Почему? Это была ловушка. В сторону аллеи шли две пары следов, но ни одни из них не шли из нее. Субтитры сделал DimaTorzok